Летние каникулы И каким бы насыщенным не было это проведенное на каникулах время, однажды оно подходит к концу, и как бы не хотелось, но надо возвращаться к обглоданному со всех сторон граниту науки. Но и тут есть свои радости, так как в школе начинаются разговоры о том, кто и как провел лето, а это тоже очень интересно и увлекательно. Друзья делятся впечатлениями, рассказывают о своих подвигах, обсуждают пережитое. Вот и в одном из средних городов нашей страны трое одноклассников решили в первый раз после долгой трехмесячной разлуки встретиться, чтобы поговорить о проведенном времени. За неделю до начала нового учебного года они собрались на квартире одного из них в то время, когда его родителей еще не было в городе. Раздался звонок в дверь. Леонид, это хозяин квартиры, бросился к двери и, не глядя в глазок, распахнул его. Ха, салют! Здорово, братан! На пороге стояли двое его друзей. Один из них, Павел, в этот момент вытаскивал из ушей наушники. Другой, Михаил, отвечал за съестное и принес кое-что к чаю. Две загорелые физиономии приветливо улыбались. «Ты один?» – спросил Паша. «Да, давай, заходи». Гости вошли внутрь. Все трое были рады и принялись пожимать друг другу руки. «Осторожно», – сказал Миша. «У меня правая рука еще болит». «Че случилось? Ударился об чей-нибудь зуб?» – хихикнул Леня. «Нет, обжег», – сказал Миша. «Давай ко мне в комнату». Леонид прыгнул на кровать и пригласил друзей последовать за ним. «А к чаю что-нибудь взяли?» – спросил он. «Да, Миха что-то там взял. Класс. Ну давай, рассказывай». Леня занялся чаем. «Мы с родней на море были», – начал Паша. «Вот это местечко, скажу вам. Отель просто класс. Все удобства. Бассейн, бильярд, игровые автоматы. Лаки ходят по номерам и еду разносят. Прикинь, приползает с утра и стучит в дверь. Завтрак. «Да какой там завтрак? Дай поспать!» Все трое засмеялись. «И еще чаевые ему подавай. Будильник ходячий. Сам не спит и другим не дает. У него работа такая. Ну и че дальше?» – не унимался Леня. «Гуляли, короче, на полную катушку. Днем на пляже загораешь, да на катамаране педали крутишь, а вечером на дискотеку отрываться. Так ты че, все лето педали крутил, что ли? Конь педальный». И они опять залились звонким смехом. Короче, весело было. «Ну да, а нас с сестрой в лагерь засунули», – продолжил тему Леня. «Зацени!» – он вскочил с кровати и снял со стены грамоту. Первое место занял в эстафете. «Класс!» – здорово! – восхищались его друзья, рассматривая грамоту. «Вас там спортом занимали, что ли?» – спросили ребята Леонида. «Ну, конечно, какая-то спортмассовая программа была. Это же во всех лагерях. Да нормально, весело было». Первый день как-то еще стеснялись, а потом быстро подружились с пацанами и уже вместе зажигали. Сестра там с девчонками, а мы с ребятами. «Короче, все понятно с тобой. Ты все лето по лесу бегал, олень северный», – заключил Паша. «Да иди ты, конь педальный!» – и Леонид кинул в него подушку. Друзья захохотали. «У нас там в отряде один пацан был. Мы его сказочником прозвали. Он каждую ночь после отбоя на всякие страшилки рассказывал. Знал их, наверное, сотню. Страшно заразы было. А однажды решили приколоться над одним ботаном. Ночью вынесли его тихонько на кровати в лес и привязали к кровати. Так он полночи орал, как резанный. На утро разборки были, все виноватых искали. «Да, это жестко», – вынес свою оценку Михаил. «Я тоже, думаю, перестарались. Но идея не моя была, я только поддержал. Да там еще много чего было. Чем-то ведь надо было себя занять». «Ну а ты, Мишань, где был?» – спросил Паша Михаила, наливая вторую чашку. «Да, давай, колись», – поддержал его Леня, разворачивая шоколадную конфету. «А со мной, пацаны, странная история произошла. Я до сих пор до конца не могу понять, что это было. Сами мне скажите». Двое его слушателей улеглись поудобнее, и Миша начал свой рассказ. «Меня на лето отвезли в деревню к родителям отца. Местечко тихое, красивое, правда, немного глуховатое. Чтобы в город добраться, нужно реку преодолеть. Для этого там работает переправа. Можно на плоту, можно на лодке. Никаких паромов нет, все своими ручонками работать приходится. Я там уже не первый раз, и местную братву знаю. С ними-то мы и веселились. Они там все в округе знают. Где и что купить, кто и где живет, какие вечеринки лучше и где девчонки красивее. Ну вот и решили мы однажды сходить на дискотеку в город. Пацаны говорили, что там самая лучшая тусовка собирается. Меня в тот день старики немного загрузили работой, и я ребятам сказал, что приеду попозже сам. Договорились встретиться в городе на том берегу. Вышел я из дома уже когда вечерело. На небе начали проявляться первые звезды, а ветерок почти полностью затих. Я подошел к реке. Она у нас широкая. В плавь переплыть можно, но трудно. Некоторые на спор переплывали. Правда, бывали случаи, что кто-то и тонул в неспокойной воде. Я остановился и посмотрел в сторону города. Там горело множество огней. Я прислушался. С того берега доносился городской шум. Была слышна музыка и сигналы автомобилей. Все это растворялось людскими криками. Неподалеку раздался треск сверчка. Немного постояв, я вдоль берега направился к переправе. Я уже представлял себя на дискотеке, как вдруг... Эй, путник, давай перевезу. Я вздрогнул от неожиданности и увидел рядом с собой у берега лодку. В ней сидел переправщик. Садись, сказал он снова. Я много не возьму. Много? Удивился я. Так тут вроде бесплатно. Он ничего не ответил. Я направился к нему и залез в лодку. А ты типа подрабатываешь здесь? Ну, в смысле, батрачишь на своей лодке? Все верно, ответил он. Я помогаю нуждающимся. И ты один из них. Точно, усмехнувшись, подтвердил я. Я нуждаюсь, чтобы меня перевезли на тот берег и уже опаздываю. Мы тронулись. Было прохладно, и по поверхности реки гулял холодный ветерок. Я засунул руки в карманы и поднял воротник. Переправщик неспеша работал веслами. Он был одет в дождевую накидку с капюшоном, и лица его разглядеть было невозможно. Какое-то время мы ехали молча. Было тихо, и лишь легкие всплески весел то и дело нарушали тишину. Наконец я спросил, так сколько ты хочешь взять с меня? Он не ответил. После некоторой паузы он спросил меня, а сколько ты можешь дать? Ну, не знаю. Вообще-то здесь всегда бесплатно возили. Я вообще-то мог бы обратиться и к бесплатным переправщикам. Уже поздно, и тебя никто кроме меня не перевезет. Я задумался. А ведь и правда. Переправа, наверное, уже не работает. Он этим и пользуется. Перевозит после закрытия основной переправы. Ловкий ход, ничего не скажешь. Наверное, выгодный бизнес. Так что ты можешь мне дать? Вновь спросил таинственный переправщик, нарушив ход моих размышлений. Я думал, мы говорим о деньгах? У меня другая система расчета. И какая же? Натурой, что ли? Я засмеялся. Он не пошевелился и не проронил ни слова. Только продолжал все так же неспешно грести. Ты дашь мне обещание. Обещание? Удивился я. Какое? Ты не пойдешь туда, куда направляешься. В смысле не пойду? Ты ведь сам меня туда везешь. Я засмеялся. Я для того и нанял тебя. Что за глупость? Этот переправщик совсем запутал меня, стал я размышлять. А для чего же я к нему в лодку сел? Что-то он темнит. Этот разговор начинал меня настораживать и пугать. Что за обещание? Папочка мне тут нашелся. Куда хочу, туда и поеду. Странный тип какой-то. Так мы договорились? Вдруг спросил он. Нет, конечно. Я вообще не понимаю, о чем мы тут говорим. Тогда скажи мне, для чего мы туда плывем? Мне кажется, ты уже сам запутался. Я заплачу тебе столько, сколько скажешь. Просто привези меня туда и все. Он не ответил. Лодка медленно двигалась вперед. Я посмотрел на небо. Оно было все в звездах. Увидев большую медведицу, я попытался найти полярную звезду. У меня это не всегда получалось. И в этот раз тоже не получилось. Лодка вдруг качнулась, и я ухватился руками за борта. А все-таки романтика, подумал я. В городе вот так под звездами на лодке не покатаешься. Хотя город и представляет все условия современной комфортной жизни, но и у глухих местечек есть свои преимущества, которые у них не отобрать. Может, когда-нибудь, когда вырасту и стану самостоятельным, независимым от родителей, перееду в какое-нибудь такое же тихое местечко, займусь своим хозяйством. У меня будет жена и дети, с которыми мы будем рыбачить. А по вечерам... Для чего ты живешь? Вдруг спросил переправщик. Я немного вздрогнул от неожиданности, так как полностью погрузился в свои размышления. Для чего живу? Переспросил я. Вопрос был неожиданный и одновременно глубокий. Я на секунду задумался. Я живу, чтобы... Сказал я вслух и добавил про себя. Вот это да. Я не знаю, что сказать. Ну, я живу, чтобы вырасти, стать самостоятельным, ни от кого не зависеть. Он немного помолчал и ответил. Развитие человеческого тела не является смыслом человеческой жизни. Это естественное явление, не зависящее от самого человека. В Евангелии сказано, кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть. Это Божье дело, чтобы выросли и мужали. После некоторой паузы он снова сказал. Итак, ты не знаешь, для чего живешь? Ну, нет, конечно, знаю. Я живу, чтобы жить, потом умереть. Ты живешь, чтобы умереть? Ну, да. И не только я. Все люди так? Нет, не все. А только, подобно тебе, беспечные и непонимающие смысла своего существования. Это достойно великих слез. Слушай, друг, как тебя зовут? Михаил. Отлично, земляк. Мы с тобой к тому же тезки. В смысле, я тоже Миша. Ну и объясни мне, тезка, для чего живут люди? Ты, наверное, с другой планеты свалился, потому что у нас тут все рождаются, чтобы умереть. И так было во все времена. Человек рождается не для того, чтобы умереть. Он рождается для того, чтобы жить. Но чтобы жить, ему нужно ежедневно и ежечасно умирать. Ты должен умереть, чтобы жить. Чего, чего? Я что-то совсем ничего не понял. Ты меня окончательно забыл. Настоящая жизнь, возможно, только в Боге, первоисточнике жизни. Но пока человек не умрет для греха, он не может достичь подлинной жизни. Именно для этого и дается время земного существования. Ты должен успеть сделать свой выбор. Переправщик сказал это неспешно и четко. Его голос был ровный и сильный. Было чувство, что он проникает до самых твоих костей. Ошибка в выборе непростительна, продолжал таинственный попутчик. Второго шанса не дается. Когда он это говорил, я почувствовал, что стало как-то жарко. Я расстегнулся, но это не помогло. Руки вспотели, и их даже начало сжечь. Я решил опустить их в прохладную воду, чтобы охладить. Но как только я засунул одну руку, то почувствовал, что вода в реке кипит. Я вскрикнул, выдернул руку из воды и быстро стал ею трясти, чтобы унять боль. «Человечество злоупотребляет правом вечного выбора. Оно не ценит отпущенное ему время». Подобно трубе гремел голос переправщика. «Оно лжет, ест, пьет и веселится. Оно возомнило себя Богом. И наказание не минует». Когда он произнес эти слова, я увидел, что мы находимся в каком-то непроглядном мраке. Звездное небо исчезло. В нос ударил жуткий смрад, а лицо обожгло раскаленным воздухом. Я отпрянул назад и увидел, что вода в реке вовсю бурлит и клокочет. И это уже не река вовсе, а какое-то жидкое кипящее пламя. Пузыри лопали сильным шумом, разбрызгивая вокруг себя ядовитые капли. А дым от кипения поднимался вверх и растворялся во мраке. На душе стало невыносимо тяжко. Хотелось выть и кричать от навалившейся безысходности. Я не знал, куда податься. Закрыв руками лицо, я закричал от ужаса, который пропитал меня насквозь. И в этот момент я осознал, что кричу не один. Вокруг меня из кипящей лавы показались тысячи рук и голов. Они барахтались и вопили, что было сил. Вид их был ужасен. От сажи и ожогов они были все черные, как живые мертвецы. На их лицах можно было разглядеть неописуемый ужас и боль. Заметив меня, они направили свои руки в мою сторону и молили о помощи. От этого общего крика можно было сойти с ума. И я превратился в один сплошной комок боли и страха. В этот момент откуда-то сверху из пещер преисподней, подобно вихрю, налетели полчища каких-то существ. Их вид был неописуем и ужасен. Они носились над кипящей поверхностью и что-то выкрикивали. Вдруг заиграла какая-то музыка. Своим гулом она перекрывала грохот клокочущего моря. Услышав звуки этой отвратительной мелодии, ужасные существа стали дергаться и кривляться, изображая какой-то танец. Они танцевали прямо на головах и руках мучащихся и кричащих людей. При этом они злобно смеялись и ревели, и периодически били палками торчащие из огня трясущиеся руки. Весь этот вой и гул невозможно описать и выдержать. И я не понимал, почему все еще находился в сознании. Когда эта адская вакханалия достигла своего пика, вдруг переправщик, который все это время сидел передо мной, скинул свой капюшон и встал в полный рост. При этом я пришел в ужас. Он оказался огромных размеров, метров 10 или 20 в высоту. Теперь его лицо было видно очень хорошо. Оно было прекрасным, мужественным и решительным. Он как-то странно светился и излучал вокруг себя добро, умиротворение и неземное спокойствие. У него были длинные волосы, а одет он был как воин, только не современный, а какой-то древний, в доспехах и латах. На его плечах была мантия, а бедра закрывала юбочка, как у римских легионеров. На поясе у него висел огромный меч. Он весь светился и был как бы из раскаленного металла. Вдруг за его могучими плечами раскрылись два огромных крыла, так что меня обдало мощным раскаленным вихрем. Казалось, они закрыли с собой все воздушное пространство. Увидев это, полчища нечисти завопили. «Михаил! Михаил здесь!» и бросились кто куда. Тогда этот могучий воин посмотрел вверх и громогласно произнес «Станем добрее, станем со страхом, вонмем Слову Божию и не помыслим ничего богопротивного». Я был в полном шоке и видел себя букашкой перед ним. После этого он посмотрел на меня. Его глаза светились словно звезды. При этом я ясно понимал, что его лучезарный взгляд видит меня насквозь, как рентген. «Ты дашь мне обещание», – громогласно произнес он. «Ты не пойдешь туда, куда направлялся». Я широко открытыми глазами смотрел на него и смог только несколько раз кивнуть головой. И вдруг все внезапно пропало. Там, где только что горели его глаза, я увидел звездное небо. Полной грудью я вдохнул в себя холодный ночной воздух и вполне оценил радость земной прохлады. К своему удивлению, я стоял на том же берегу реки и даже не собирался никуда плыть. На том берегу все так же горели заманчивые городские огни и гремела музыка. Только сейчас к этому добавилось еще мерцание красных полицейских мигалок. Я стоял и обдумывал увиденное. Что это было? Ответов у меня не было, равно как и объяснений тому, кто был этот таинственный переправщик. Ребята сидели, широко вытаращив глаза и открыв рты. Прощай, никто и думать не хотел. «Вот это да!» – выдавил наконец Леня. «И что ты думаешь?» «Я уже кое-что узнал», – сказал Миша. «Я сходил в храм, и там мне показали икону Архангела Михаила. Он предводитель небесного воинства, и оказывается, меня крестили в честь него. Он мой небесный покровитель. Я теперь его с собой ношу». Миша достал из-под рубашки медальон с иконой Архангела Михаила. «Круто, ничего не скажешь», – добавил Паша. «Батюшка в храме сказал, что это могло быть видение». «Видение?» «Да, такое духовное явление потустороннего мира». «Да уж. И что думаешь делать?» «Пока не знаю. Но одно знаю точно. На дискотеке больше ни ногой. Я дал ему обещание. А может, все это привиделось? Ну, в смысле, померещилось?» «Да, я тоже сначала так подумал, но нет. С утра просыпаюсь в кровати и думаю, вот это сон. Все как наяву было. И вдруг как закричу, а у меня все лицо красное и горит. И кисть правой руки вся в волдырях от ожога. Вся рука обожжена. Именно ее я в кипящее море засунул». С этими словами Миша протянул вперед правую руку, и друзья увидели, что она до сих пор красного цвета и кожа кое-где облазит. На следующий день после того мы встречаемся с моими знакомыми, ну, с теми, с которыми договорились встретиться на дискотеке. Они меня спрашивают. «Ну что, ты приходил?» «Я хотел уже было соврать, что был». А потом думаю, «Не буду». И говорю, «Нет, не был, не смог». А они мне. «Вот и молодец, что не был. Там вчера большая драка была. Человек 30 в больничку отвезли, а троих насмерть зарезали. Теперь разборки по всей области. Так что, счастливчик ты». Вот так мой небесный покровитель меня от смерти спас. Ребята еще долго сидели и обсуждали рассказанное. Мнений и вопросов было не с честь. Через год Миша закончит школу и изберет путь служения Богу и ближним. Ввиду невозможности по состоянию здоровья проходить срочную службу в армии, он поступит в семинарию, а еще через 7 лет примет рукоположение в Сан-Диакона. Сейчас он уже давно протеерей Михаил и живет с семьей в одном тихом поселке. Иногда в своих проповедях он рассказывает этот случай на пользу слушающих, только не говорит, что это было с ним самим. А еще у отца Михаила есть лодка, и он со своими сыновьями часто ходит на ней порыбачить под ночным звездным небом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова